Здравствуйте, добрый день! Это проект «Частливые дети». Мы все время говорим о воспитании детей. Все время ищем ответ на вопрос, как воспитывать детей. И это прекрасно. Но давайте остановимся и зададим вопрос себе. А как насчет самовоспитания? Неужели мы не нуждаемся в исправлении? А ведь работа над собой напрямую связана с воспитанием детей. Недавно в главе Вайра мы с вами читали об испытаниях Авраама. Всевышний послал нашему праотцу Аврааму 10 испытаний. И самое тяжелое это было 10. Принести в жертву своего единственного любимого сына. Это звучит страшно, но мы знаем какой был счастливый конец. Здесь интересный момент заключается в том, что Всевышний обращается к Аврааму, а не к Ицхаку. Ицхаку на то время было 37 лет. И он мог сказать, я не слышал, ко мне Всевышний не обращался, я не хочу быть жертвой. Испытание заключалось в том, чтобы проверить богобоязненность Авраама. Всевышний знал, что если Авраам действительно богобоязненный человек, то его сын Ицхак его обязательно послушает. И когда Всевышний увидел, что Авраам уже готов принести жертву своего любимого сына, он его остановил и говорит, теперь я вижу, что ты поистине богобоязненный человек, что ты поистине боишься Бога. Ведь если бы он таким не был, Ицхак бы его не послушал. И эта история нам доказывает, что задача родителей в воспитании детей, прежде всего, это работа над собой. Если мы воспитываем в себе хорошие качества, нам есть что передать детям. Ведь мы можем дать только то, что у нас есть. Буквально вчера в соцсетях я видела очень интересное видео. Был проведен такой небольшой, маленький эксперимент. Профессор попросил присутствующих в зале поднять всех указательный палец. Сказал, поднимите выше, выше, сделайте вот так. И все подняли, и он говорит, посмотрите, что вы сделали. И все говорят, ну вот, и все показывают. Говорят, я попросил вас поднять указательный палец, а вы все посмотрели на меня и за мной повторили. То же самое происходит с воспитанием детей. Мы можем много говорить-говорить, но дети все равно посмотрят на нас и сделают то, что делаем мы. Будут брать с нас. Когда в детях мы обнаруживаем дурные качества, это такой звоночек, это такая красная лампочка, которая говорит нам остановиться и посмотреть на себя. Ведь дети – это наше зеркало. Да и люди, которые нас окружают, это наше зеркало. А как мы можем узнать, что нам нужно исправить? Ведь взгляд, обращенный внутрь, он не объективен, он искажен нашим бессознательным. А поэтому иногда нам кажется, что мы такие классные, а все вокруг редиски. А вы знаете, почему так происходит? Во всем виновата иллюзия самовосприятия. Мы видим кривое изображение самих себя. Ведь бывает, что мы убеждены в какой-то иллюзии и игнорируем факты. Например, человек считает себя щедрым, но если посмотреть, что вчера он сэкономил лучшей подруги на подарок, или ему сложно каждый раз жертвовать свою десятую часть дохода на благотворительность. Такие люди находятся во власти иллюзии и игнорируют факты. И здесь на помощь к нам приходит рефлексия. Это обращение своего внимания на самого себя. Но следует подойти к рефлексии осторожно, чтобы, не дай бог, не впасть в самобичевание. Ведь размышляя о том, что я делаю и как мои поступки влияют на мир, не дай бог, могут привести к грусти. Поэтому здесь важное значение имеет, какой я задаю себе вопрос во время самоанализа. Если мы зададим себе вопрос «почему?», и обычно, наверное, человек задает себе, когда есть какие-то проблемы, вопрос «почему?», то вопрос «почему?», скорее всего, приведет нас в мысль о том, что мы во всем виноваты и все плохо, и мы сконцентрируемся на проблемах. А важно, когда мы рефлексируем и занимаемся самоанализом, что это двигало нас вперед. Поэтому очень важно, какой мы вопрос себе зададим. Вместо вопроса «почему?», задать себе вопрос «что?», «а что я могу справить?», «а что я могу сделать, чтобы стало лучше?». Поэтому вопрос «почему?», он нас возвращает назад, а вопрос «что?», помогает нам смотреть вперед. Если мы задаем себе правильный вопрос, тогда в работе над собой мы будем видеть успех. Попробуйте уже сегодня пронаблюдать за собой, насколько объективно вы себя видите. Обращайте внимание на факты и игнорируйте иллюзию. Задавайте себе правильный вопрос «что?», «что дал мне новый опыт?». И последнее, самое важное, это просто радуйтесь. Ведь это прекрасно, когда мы можем расти вместе с нашими детьми. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok